здравствуйте друзья у нас светлана зачитает вопрос давай свет здравствуйте михаил и светлана огромное спасибо вам за ваши видео вы несете свет людям так мы я и супруга уже решили приехать в калифорнию жить знакомых там нет и не надо пробьемся сами так моя супруга медицинская сестра но в штатах она не может работать медсестрой профессии как известно лицензирована первое время придется работать по уходу за больными или пожилыми женщинами так как это у нее лучше всего получается и сидя дома перед тем как купить билет звоним русскоязычным работодателям кому нужны работники по уходу желательно с проживанием хотя и без проживания выживем работа естественно нелегальная пока получим разрешение на работу придется минимум полгода нелегально поработать уже позвонили более чем 20 адресов в основном кремниевую долину что нас поразило родственники больных грубо говоря потеряли совесть не хотят платить за сверхурочное время например после 8 часового рабочего дня особенно те кто с проживанием требует работать круглосуточно без перерыва перерыва время сна больного без выходных и отпускных оплатить они собираются по 10 долларов для нас неплохо в час только за 8 часов день и только за 5 дней как мы поняли из разговора родственники больных оформлены как работники по уходу за ними видели ваше прекрасное видео михаила работе по уходу за больными даже там предлагали работу для жителей сан-франциско решили вам написать что вы об этом думаете может с нами еще по божике поступили прокомментируйте пожалуйста ну что же друзья я попробую ответить на тот вопрос который светлана зачитала и я понимаю что когда люди смотрят со стороны какие-то вещи могут показаться необычными но во всякой индустрии как бы есть своя специфика в частности вот когда мы говорим про уход за пожилыми людьми значит там есть свои тонкости не обязательно кстати пожилыми бывает что и молодые тоже в таком состоянии что надо за ними ухаживать давайте мы начнем вот с чего значит есть человек этот человек как бы официально немощный и нуждается в уходе объемы этого ухода определяется социальным работником который говорит вот его нужно в неделю там столько-то часов ну я не знаю 20 40 50 100 знаете бывает если 200 220 зависимости от состояния человека значит теперь что получается в сан-франциско по моему где-то 12 25 я не не берусь там точно сказать но по-моему 12 25 в час эти работники оплачиваются государством там еще кстати есть и страховка тоже они когда эту работу делают им еще и страховку медицинскую дают так вот 12 25 если человек нелегальный если он не может получать эти деньги значит кто-то должен выписать эти деньги на себя заплатить налоги и останется вот то что останется то есть с 12 25 если вам десятку отдают наличкой то фактически люди себе ничего не взяли они вот помотали то что отдали насколько я знаю сейчас последнее вот время раньше вроде этого не было да вот сейчас работников этим разрешают овертайм работать то есть раньше как бы логика была такая возьми полтора человека возьми два человека пусть там будет больше людей занято сейчас они говорят ну хорошо есть один человек пусть он больше часов работает и вроде бы начинают ему даже оплачивать там 18 с копейками за сверхурочные там и так далее то есть вот ситуация такая значит теперь то что касается вот этот от этого разговора что за сверхурочные платить не хотят оплачивают всего 40 часов в неделю и так далее если у вас есть два человека на обслуживание одному нужно 20 часов сервиса в месяц и другому нужно 20 часов сервиса в месяц и вы говорите я где-то там живу сам по себе да я несу расходы на свое проживание на свое питание там и так далее и все что я делаю я просто прихожу у меня тут 20 часов и там 20 часов или может быть есть только один человек и вы все 40 часов с этим человек допустим что уже немножко сложнее становится то вы считаете в час сколько вам там заплатили и так далее если у вас есть один человек и он требует постоянного внимания то вы уходите от концепции по часовой оплаты то есть формально где-то там по каким-то там ведомостям начисляется и вот из какого-то такого расчета но это абсолютно не то как вы оцениваете предложение работы вы говорите мне потому что ну потому что по всякому значит вы говорите мне предлагают 10 часов условно 10 долларов в час из расчета 40 часов в неделю пусть это будет пять дней до из расчета 5 вам платят как бы вы сказали за пять дней по 10 долларов час вам предлагают 400 долларов кешем в неделю что примерно эквивалентно 1800 долларов в месяц после этого момента вы перестали считать часы потому что вас не брали по часам часы это условный такой формат в котором определяется ваша месячная зарплата значит вам дают 1800 долларов в месяц больше того вы еще живете там потому что когда человеку нужен постоянный уход но соответственно человек там и и живет бывает что нужно человеку ночью я извиняюсь в туалет и он сам не может значит надо проснуться надо встать его там сводить но помочь с этим делом бывает человеку нужно буквально вот просто его надо перевернуть пошел полночи спит на одном боку а полночи на другом покое нужно встать и перевернуть и он тоже сам не может так же тоже бывает поэтому есть люди которых нельзя оставить ну как бы но больше чем на то время что они спят например там были что-то поэтому кто-то с ними постоянно проживает и он не измеряет свое время в часах это долларах в час он год я постоянно там с ним нахожу безусловно такой человек имеет право на выходные то есть когда тебе говорят что ты будешь это делать семь дней в неделю как бы это странно потому что ну обычно один день в неделю у них есть выходной и люди которые все это оплачивают они нанимают еще кого-то на один день есть есть люди которые готовы прийти просто на один день вот на сутки такие люди тоже есть есть люди у которых вот таких проектов суточных допустим три в неделю да вот они три раза в неделю куда-то ходят вот так на замену такие такие тоже есть люди поэтому значит дело не в том что кто-то потерял совесть значит не надо про совесть потому что в ответ вам могут сказать что вы знаете чего вы приехали у вас и право на работу то нет вообще нелегалы значит и еще тут про совесть рассуждаете значит и так далее не нужно это это лишнее значит вы говорите себе мне нужно шесть месяцев перебиться так шесть месяцев надо перебиться ну пожалуйста а 1800 долларов кеш это совсем не так плохо чтобы перебиться конечно если вы живете в сан-франциско и вы как бы не проживаете да а вот приходите просто сервис какой-то делать то конечно вам 1800 не так много это вам в лучшем случае хватит там день но я не знаю там ноги не протянуть но если с проживанием слушайте да вы короли вы конечно скорее всего должны будете сами заняты потратиться на собственное питание потому что когда пожилой человек он там тертое что-нибудь там тут тут пюре какое-то там какой-то супчик вы не сможете так питаться вот но в конце концов питание не так дорого стоит все остальные деньги как бы ваши вы же их собственным чем на что их тратить ну то есть я я конечно я прошу всегда есть какой-то расход на одном другое на третье но в общем то все что от вас требуется ты перебиться шесть месяцев и дальше значит если жена медсестра и она как бы естественным образом тяготеет к работе такого плана у нее через полгода будет решение на работу она может во-первых просто переоформить эти двенадцать пятьдесят на себя да и продолжать работать в том же месте и это будет уже и денег больше ну во всяком случае как бы по номиналу вы конечно будете уже теперь налоги платить но если вы мало получаете там налоги там незначительные совсем а плюс страховка медицинская и так далее она может обратиться к агентству например вот вот ребята которых мы показывали в нашем видео то что вы смотрели american american care quest называется есть таких много таких они не не единственны вы можете к ним пойти и они будут вас направлять на какие-то более серьезные проекты и у них там свои курсы есть вы можете там сертифицироваться и там всякие эти лайсенсы получать и так далее прямо там на месте и можете вместе с ними расти супруга может поэтому я бы не оперировал вот значит категориями совести или там чего там чего там было вот а я бы сказал вот я приехал мне нужны деньги значит я вот это делают не потому что мне очень хочется вот именно вот на таких условиях работать но потому что в конце концов это лучше чем многие другие вещи я вдруг я в еще кое-что скажу что работа на кеш работа на кеш это не такая работа которая в каждую дверь постучался и тебе дали при всем при том что в общем то многие люди на кеш подрабатывают но это не так просто тем более допустим вы можете работать на стройке надо возникает может быть вопросом скажем с транспортом надо иметь автомобиль например бывает что и не надо бывает что вас подхватит но не каждый человек может на стройке еще от возраста зависит понимаете до 25 лет человеку это одно скажем 45 лет человеку на стройке при том что он допустим сам не но не работяга как бы да сложно вот я не знаю как бы я в настройке работал я даже не знаю поэтому не так плохо особенно с учетом того что все таки супруга медработник и она как бы предрасположена к работе такого плана и это не влом большинство людей не в состоянии делать такую работу это это безумно тяжело но если есть возможность да с проживанием имеется ввиду что проживание на двоих иначе вам придется все равно как бы второму человеку где-то отдельно снимать жилье я имею ввиду что проживание на двоих в основном люди которые требуют ухода проживают в квартирах как правило это еще и субсидированные квартиры такие то есть небольшие квартирки я не уверен если там место там для двоих чтобы так вот проживать но есть люди которых их меньше намного но есть люди которых там допустим и вроде и доход нормальный но вот есть мама и мама там живет где-то в доме и там есть много места достаточно или мама вместе с ними живет но в большом доме и в большом доме есть место и для мамы и для людей которые по сервису и там может быть там даже сбоку там пристроечка какая-то есть как называется и след как называется пристройка guest house вот пусть будет guest house и есть места ли там тещина комната там еще что то есть 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 дома где это все присутствует поэтому я так думаю что на полгода неплохо совсем не так плохо кроме того есть еще второй человек который может тоже пойти заработать там если не 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 1800 но может быть там 1200 полторы уже не так плохо так что это рынок понимаете на рынке есть предложение есть спрос каким-то образом они балансируются если бы предложение и спрос находились в другой пропорции то может быть вы бы ставили еще условия вы бы сказал я работаю там за те же деньги но вы мне платите пол полуторанные сверхурочные если я работаю там 6 дней неделю вы платите мне за все 6 дней в неделю начинаете читать по часам еще страховку медицинскую там хотите еще что-то хотите и 500 долларов кеш так кроме того что в расчете но нет такого рынка сейчас поэтому вот и вот есть как есть во всяком случае здесь сам франциск если вы говорите про сам франциск то здесь вот так и здесь еще совсем не так плохо здесь есть приличный общественный транспорт а допустим если вы будете то же самое искать скажем вот в 40 минутах езды отсюда вот мы возвращаемся в кремниевую долину кремниевой долине вам тяжело придется без автомобиля там есть общественный есть общественный транспорт ну так знаете как такой поцелуй без любви на вроде и где-то есть где-то нет а вот такой дождичек вот пойдите погуляйте без машины поэтому сам франциск в этом смысле как бы совсем даже не такой плохой вариант вот я думаю что я на вопрос ответил и мы пожелаем ночного американцев успехов во всех начинаниях и чтоб они как бы вживались при устраивались и видели цель более отдаленную вот тогда временные какие-то сложности будут восприниматься как временные знаете все что временное можно пережить это ерунда потому это как бы некоторая цена которую ты платишь за то что у тебя нет английского нет разрешения на работу нет какой-то такой ходовой специальности нет там этого 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 ну так что значит надо чем-то рассчитаться вот вот и все счастливо а